Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы продолжаем разговор о Лене Хэппи, на канале, у которой вчера прошла прямая трансляция, и в которой Лена нам пожаловалась на то, что все ее мужчины отвернулись от нее. Ну, все, кроме Селимона. Селим, конечно же, продолжает держаться за Лену, все еще возлагает на нее надежды и даже поддержал ее именно так, как Лена на то рассчитывала, а все остальные, то бишь Вильям и Родни, подвели. Ну, обо всем по порядку. Когда произошла авария, естественно, Лена в первую очередь связалась с Родни. Сестра Родни в таких ситуациях, самый лучший помощник, сестра Родни сразу прибегает на помощь и без лишних вопросов решает все Ленины проблемы. У нас перед глазами до сих пор стоит пример Родни, который притащился к ней на место работы буквально неделю, две недели назад. Помните, Лена нам записывала видео о том, как Родни приехал подкачать ей колесо, потому что у нее на панели высветился значок, упало давление, и Родни тут же примчался, час в одну сторону, час в другую, и хотел все починить, пока Лена на работе, чтобы она, сойдя со ступенек школьного крыльца, просто вошла в машину, ни о чем не беспокоясь, потому что Родни уже обо всем позаботился. Так вот, если все, конечно, было так, как рассказывала нам Лена, потому что Родни-то нам Лена не показывала в тот момент, но если это было так, Лена должна была бы извлечь урок. Не нужно было дергать Родни по мелочам, подкачать колесо, отвезти коробки в мол, в конце концов, все это Лена могла бы без проблем сделать сама. Но нет, по каждой мелочи Лена продолжала долбить Родни, и когда пришла настоящая беда, Лена попала в аварию, Родни стал воротить морду. Ну, мы все с вами прекрасно помним, когда Лена сообщила Родни об аварии, тот просто ответил, разберутся, чья была вина, и если вина не твоя, то страховка тебе все покроет, не переживай. Но это еще не все, Лена же надеялась, что Родни поможет ей, и в дальнейшем, Лене ведь еще нужно ставить машину на ремонт, а в округе Тайтесвилла ни одна мастерская не может принять Лену ранее 20-го, по-моему, декабря. Лену это не устраивает, Лена не может жить без транспортного средства, поэтому Лена стала тыкаться в интернете, и вместо своего почтового индекса забила индекс Родни, чтобы посмотреть, есть ли вокруг него какие-то мастерские, и да, нашлась мастерская, где Лену могли бы принять пораньше, и естественно, Лене понадобится помощь Родни, чтобы он ее потом забрал из этой мастерской, и отвез домой, потому что без машины Лена как без рук. Но Родни стал ворчать, Родни стал капризничать, как говорит Лена. Родни не устраивает то, что Лена теперь на нем повиснет, и ему Лену нужно будет везде возить, привозить, отвозить, потому что Лене-то еще нужно как-то добираться до школы, и Лена подумала, что она въедет, может быть, в дом Родни снова, хотя бы на пять дней в неделю, чтобы оттуда добираться до школы, потому что от Родни школа, в которой работает Лена, все-таки ближе, и Лена, наверное, намекнула Родни, а может, и прямым текстом сказала, и Родни переполошился, испугался, что теперь ему нужно будет каждый день Лену возить в школу, забирать ее оттуда. В общем, такая перспектива Родни не устраивает, и он сразу Лене дал понять, что у него сейчас нет времени ее везде возить, ее забирать, ее отвозить, ее привозить. А на Uber у Лены нет денег, она еще столько не заработала, чтобы на Uber разъезжать. Тут хочется прям от себя добавить, что не нужно было Лене снова ругаться с Мариной новой. Сейчас бы бросилась к ней в ноги, прости меня, дуру грешную, мне снова нужна твоя помощь, привези меня, отвези меня, но, к сожалению, Марина сейчас работает, и Марине сейчас не до Лены хэппи. Кроме того, когда Лена намекнула Родни о том, что, наверное, она влетит тоже в кругленькую сумму с этой машиной, Родни сразу сказал, ой, у меня сейчас такие расходы, такие расходы с этой новой квартирой, я вообще тебе не могу ничем помочь материально. И Лена сразу все поняла. И сегодня, когда Родни к ней приедет перекусить, Лена расставит все точки над И и объяснит Родиону, что ей от него ничего не нужно, не нужна никакая помощь, что у них просто дружба, что Лена все может сама и будет сама выкручиваться из этой ситуации. В общем, хочет как-то уладить и урегулировать эту ситуацию с Родни, чтобы он совсем не отвалился, потому что Родион закапризничал, Родион стал воротить морду, Родион уже не бросается с такой охотой на помощь Лени хэппи. Ну и, конечно, разоблачение месяца. Лена решила, наконец-таки, рассказать нам правду. Да, к Лене в гости на креветки приходил бывший ее муж Вильям. Ну, мы, в принципе, так и догадались, и Лена это теперь подтвердила, с тем, чтобы поведать нам, как же все прошло и как она вообще разочаровалась в Вильяме. Вильяму она, конечно же, тоже написала об аварии, но об этом позже, а сначала об ужине. Лена, как мы помним, приготовила званный ужин, ну или обед, креветки, мясо, салаты, еще там что-то, я уже сейчас не помню, тортик, по-моему, какой-то. Так вот, у Вильяма было несколько выходных дней, Вильям был в гостях у сестры, которая живет неподалеку от Лены хэппи, и по дороге заехал к Лене. С самого начала визит Вильяма оказался большим разочарованием. Почему? Да потому что Вильям ничего практически не ел. Лена готовила, Лена старалась, а Вилька просто что-то там поклевал и ничего не стал есть, потому что перед этим он пообедал у сестры и приехал к Лене сытый и довольный, а Лена была как волк голодная. Она специально весь день ничего не ела, чтобы насладиться ужином вместе. И пока Вильям сидел за столом и ковырялся вилкой в тарелке, Лена уминала креветки за обе щеки, потому что просто уже не могла терпеть, настолько она проголодалась. Ну, в общем, это, в принципе, неуважение со стороны Вильяма, да, прийти к женщине, которая наготовила целую гору его любимой еды и ни к чему практически не притронуться, но Лена не унывает, Лена сказала, что ей потом еще осталось на следующий день. Но это не главное, а главное это то, что Вильям прокололся. Вильям стал снова показывать Лене фотографию своей девушки на телефоне, но Лена поняла, что это совсем уже другая девушка, она не похожа на ту, которой он показывал Лене тогда. Мало того, он назвал ее возраст, и возраст тоже не совпал с той девушкой, которую он показывал ей в прошлый раз. В общем, Лена заподозрила неладное и поняла, что Вильям врет, что нет у него никакой девушки. А я вам скажу, Вильям специально поставил портрет девушки на свой телефон, чтобы дать Лене понять, что он занят, чтобы Лена не лезла к нему снова, потому что Лена с самого начала наверняка стала проявлять интерес к Вильяму, не случайно же она его пригласила на ужин. И Лена сама этого не скрывает. Лена говорит, что ей свойственно после разрыва с любимым забывать все самое плохое. Она начинает идеализировать, потому что ей помнится только все самое хорошее. Именно это произошло с Вильямом. Она забыла все неприятные моменты и стала вспоминать то хорошее, что было между ними. И Вильям сразу почувствовал, сразу просек интерес Лены и решил поставить на телефон фотографию, чтобы Лена к нему особо не лезла. Мол, у меня есть женщина, типа, будем с тобой общаться так шапочно-поверхностно, но как бы не лезь ко мне. Хотя мы все с вами прекрасно знаем, что Лена, если уж она задалась целью вернуть мужчину, она будет идти как броненосец к своей цели. Но, вы знаете, интересно отметить то, что Вильям повел себя достаточно холодно после этого званого ужина с креветками. Он отправил Лене парочку смс-ок после этого, очень коротких, очень лаконичных. В одном он написал спасибо за все, а во втором береги себя. И все. И тишина до тех пор, пока не произошла авария. И Лена написала Вильяму и даже послала ему несколько фотографий своей разбитой машины. Но, в ответ, Лена не получила той реакции и того участия от Вильяма, на которое она рассчитывала. В ответ, Вильям написал следующее. Очень сухо он ответил. Страховая все оплатит, я работаю, береги себя. Все. На этом все. На этом Лене все стало ясно и понятно. Вдруг на нее нахлынули старые воспоминания о том, какой Вильям жесткий, о том, какой Вильям черствый, холодный, как он пофигиски относится к Лене, к ее проблемам, к ее бедам. Потому что, когда с сестрой Вильяма случилось нечто похожее, тогда он и был еще с Леной, Лена видела, как он мечется, как он везде звонит, как он все узнает, как он все время сидит на телефоне с сестрой, спрашивает ее, не пострадала ли та. А у Лены он не спросил, пострадала ли Лена. Ни слова о самочувствии Лены. Я, конечно, Вильяма не оправдываю, но, возможно, он был действительно занят, и поскольку Лена, наверное, написала ему, что сижу в машине, жду полицию, и он понял, значит, все нормально. Потому что, если полиция не приехала сразу, значит, никто не пострадал, значит, никто не покалечен, ему, в общем, все нормально, Лена жива-здорова, а машину действительно починят. Он же тоже шофер и водитель, и водитель трака, он все это знает, он все это понимает. Хотя, с другой стороны, можно было бы, конечно, стандартно спросить, как ты, не пострадала ли. Но мне все-таки кажется, что Вильям испугался, что Лена теперь на него насядет, будет ждать какой-то помощи, возможно, даже материальной, и ему не хотелось с этим связываться. Он тоже не заинтересован в том, чтобы вернуться к Лене, хотя бы даже в качестве друга. Да, Лена все время выискивает каких-то друзей, хочет со всеми встречаться, потому что, в принципе, она чувствует себя одинокой, у нее никого вокруг нет. И своими бесконечными проблемами она людей от себя отталкивает. Понимаете, сейчас такое время, всем тяжело, а Лена это вообще 33 несчастья. Мне тут даже пишут в комментариях, мол, Лене нужно переименовать свой канал, вместо Happy назвать себя Unhappy, то есть Лена Unhappy, Лена несчастная. Ну, я вам лишь напомню, тут сделаю такую вставку историческую, что изначально канал Лены ведь не назывался Лена Happy, канал Лены изначально назывался USA Happy Anyway, то есть USA, США, а я все равно счастлива, США, а я тем не менее счастлива. О чем это нам говорит? О том, что в принципе уже тогда в начальных этапах у Лены все время все шло не так. У нее все время были какие-то проблемы, она все время попадала в какие-то несчастья, в общем, 33 несчастья. И Лена своим названием хотела сказать Да, я в США, у меня все через одно место, я все просрала, я все потратила, я меняю эти злосчастные работы одна хуже другой, но я все равно счастлива. Вот такой посыл был на канале Лены Happy. И я отчетливо помню в те далекие времена, как люди писали Лене, Лена, как корабль назовешь, так он и поплывет. Тебе нужно переименовать канал, написать не USA Happy Anyway, а USA Happy Every Day. То есть USA счастлива каждый день в США и каждый день у меня тут праздник. Ну, с натяжкой, конечно, это название канала, да, но тем не менее в течение долгого времени канал Лены Happy так и назывался. И только совсем недавно Лена переименовала снова свой канал, назвав его коротко и ясно просто Лена Happy. Вот такая предыстория у этого канала, ну, как говорится, от перестановки мест сумма не меняется, Лена где была, там и есть, то есть по-прежнему в USA и в этой самой USA Лена продолжает изо всех сил изображать радость, изображать счастье, а счастье есть, да, у нас с вами хорошая новость, счастье есть, есть один мужчина в жизни Лены, который ее на фоне этой трагедии, ну, в кавычках, да, могло быть и хуже, на фоне этого неприятного обстоятельства в виде аварии поддержал, поддержал так, как должен поддерживать Лену мужчина Лены Хэппи, речь, конечно же, идет о Селиме, а почти что мужа Лены Хэппи, который, как только узнал об аварии Лены, сразу же ей написал, что это очень bad, что это плохо, да, но потом, как только освободился, спросил у Лены про здоровье, сказав, что главное здоровье, жива, здорова, руки целы, ноги целы, да, ответила Лена, ну и слава Богу, главное здоровье, машина, это железка, машину можно снова купить, починить, страховка все оплатит, главное, my love, что ты жива, что ты не пострадала, хвала Аллаху и так далее, и тому подобное, Лену это сообщение тронуло до глубины души, так ее тронуло это сообщение, что она его сохранила, сделала скриншот и сохранила для себя и в трудную минуту она смотрит на это сообщение, слеза течет по ее раскрасневшейся щечке, но это слеза счастья, она не ошиблась в своем мужчине, Лена даже хотела показать нам это сообщение, чтобы мы все тоже на это посмотрели, порадовались, но потом сказала, что не хочет метать бисер перед свиньями, потому что опять засмеют, опять раскритикуют, вообще зачем ей что-либо кому-либо доказывать, люди смеются, не верят в эти отношения, нас, зрителей, не устраивает Селим по возрасту, какой возраст, при чем возраст, возраст это уже как дополнение, как объяснение того, почему Селим ведет себя тем или иным образом, а претензии к нему не просто из-за возраста, тем более, что он уже не такой несмышленый мальчонка, он разменял четвертый десяток, странно, конечно, что он до сих пор не женился вот в таком возрасте для культуры, в которой вырос Селим, принято как-то пораньше заводить отношения, но, видимо, Селим действительно что ли не ликвид на местном рынке, а возможно, он просто уже настроен на Соединенные Штаты Америки с тем, чтобы приехать и покорить Америку и добиться именно в Америке всего того, чего он не смог добиться в своей стране, но это совсем уже другая история, главное, что Лена была на седьмом небе от счастья от сообщения Селима, в отличие от сообщения Родни, который, в принципе, поинтересовался тем, как Лена себя чувствует, он написал ей просто стандартное «Ай, окей?» Типа того «Ты окей?» «Ты жива-здорова?» Эта фраза такая стандартная, такая недушевная, говорит Лена, именно поэтому она хочет встретиться с Родней сегодня, вернее, не хочет, а он к ней и так приедет, с тем, чтобы как-то все обговорить и дать Родне понять, что она не будет больше на него наседать, потому что в последнее время Лена отметила для себя в Родне некую нервозность, некое недовольство, которое она в нем вызывает одним своим видом, но не одним своим видом, а, видимо, когда Лена звонит Родне, то это всегда по каким-то делам, всегда у Лены какие-то проблемы, то-то, то-се, то подвести, то привести, то увести, короче, это действительно может действовать на нервы, и я не понимаю, что Лена, дожив до своих седин, не соображает сама, что не нужно людей так дергать все время, ты должна уже сама своими силенками что-то делать, то есть, то есть 50+, вас уже никто не обязан содержать, ничего вам не обязан давать, я сейчас не говорю о людях, которые живут в браке, в браке возможно все, брак это отдельная вселенная, туда не продраться, не пробраться, то есть, это как бы отдельная ячейка, я сейчас говорю о таких людях, как Лена Хэппи, которые все время хорохорятся тем, что они могут все сами, что они независимые, у них несколько работ, и они неплохо зарабатывают, и вот смотрите, я сейчас всем все покажу и докажу, но когда начинаются какие-то трудности, они начинают долбить друзей, то есть, Лена же говорит, что Родни это как друг, как семья, как сестра, но понимаете, сейчас такие времена, что всем сложно, сейчас непредсказуемость в мире и вообще в жизни, причем Родни попал на бабки с этой квартирой, которую он наконец-таки отремонтировал и, наверное, сейчас начнет продавать, это тоже стресс, это тоже нужно понять, а тут еще мы со своими проблемами я обобщаю, но это может случиться со всеми, да, и действительно неплохо то, что Лена встретится с Родни, опять она ему пытается там накрывать стол, это неплохо, с Родни действительно нужно переговорить, успокоить его, и если вы уж решили оставаться в Соединенных Штатах Америки, да еще туда и привозить Селимона, то нужно как-то научиться в этой стране жить, потому что и данная конкретная ситуация показала, и то, как Лена не может назначить время на операцию, показывает, что Лена не очень пока еще хорошо ориентируется в тех реалиях, в которых она оказалась совсем одна, почему-то, когда она жила с Родни, все как-то потихонечку улаживалось, а теперь, когда Лена осталась совсем одна, она все время мечется, принимает одно опрометчивое решение за другим, я имею в виду покупка автомобиля, Лена сама признала, что она сделала великую ошибку, купив спортивную машину и отделавшись от своей старой машины, но я даже не буду сейчас начинать эту дискуссию, в принципе, у меня все по Лене Хэппи, если у вас есть какие-то дополнения, пишите, надеюсь, что у вас все хорошо, будьте здоровы, и до новых встреч на моем канале, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok